Обеспечить ввод в эксплуатацию строящихся объектов без проволочек и в срок. С этой целью власти Волгограда держат на контроле ход работ на участках, где идет сейчас возведение жилых домов. Так сегодня представители мэрии побывали на стройплощадках в Советском и Кировском районах города. Итоги выездного совещания у Антона Талпа. В Волгограде к концу этого года должно быть введено в эксплуатацию по меньшей мере 400 тысяч квадратных метров жилья. Такую задачу перед городом поставила администрация области. Причем жилье должно быть не только комфортным, но и доступным по цене. Жители ждут жилья. Это жилье должно быть социально направленным. Квадратный метр должен стоить столько, чтобы жители могли возможность покупать это жилье. И соответственно все вопросы, которые у нас этим возникают, мы должны решать. Такие выездные совещания проходят в Волгограде еженедельно. На контроле 24 объекта по всему городу. В их числе этот дом по улице Колосовой в Кировском районе. Одной из самых актуальных проблем здесь является подключение дома к инженерным сетям. Выявить проблемы еще на начальном этапе и разработать пути их решения. Это как раз главная цель подобных выездных встреч. В чем эти проблемы, скажем, провалы, которые были до этого? Провалы были заложены ранее. Поэтому нам сейчас нужно активно начинать выходить из той ситуации, в которой мы находимся. Реально у нас разрешение на строительство выдано почти на 900 тысяч квадратных метров. Но без поддержки администрации мы не сможем наши планы реализовать. Сейчас строительство на всех объектах областного центра находится под контролем властей города. Причем контроль ведется не только за качеством жилья, но и за ценами. Средняя цена квадратного метра в Волгограде, по словам представителей мэрии, должна оставаться на уровне 30 тысяч рублей. Антон Талп, Александр Шишин, телекомпания Ахтубэ.